Всем привет, с вами Лофер, и сегодня мы будем продолжать с вами играть в Hero of Fire. Будем достраивать, наконец-таки, наш дом, обустраивать его внутри и вообще. Так, давайте посмотрим, что мы можем сейчас делать. Я уже... Можешь, кому мешает, наверное? Я уже и забыл, что мы можем делать. Итак, дом. Мы можем построить подвал и дверь в библиотеку. Блин. Или мы можем построить загон для животных, ловильню, печальник или печальник. Я не могу уговорить это слово. Или стойло. Давайте построим стойло. Давайте построим стойло. Хочу, стойло. Хочу лошадей. У меня будут лошади. Где оно, кстати? Так, тихо, джойстик, не тупи, пожалуйста. А где стойло? Да, вот, клин, у моего джойстика садятся в батарейке. Он начинает просто неведомую фигню творить. Извините, если вы сейчас слышали шум, я поправлял микрофон. Он начинает неведомую фигню полностью творить, и... Это ужасно. Где моё стойло... А, вот оно, окей. Всё, 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 всё. А лошадей нам надо покупать, или что? Не знаю. Ладно. Это сейчас не особо важно. Дальше. Хе-хе-хе. Он с классным персонажем. Так, можно построить завод для животных, верстак, и... Но пока нам его не нужно. Так, три железных фурнитурки. Три замка, шесть петель и шесть гвоздей. Сейчас всё сделаем. Где у нас всё это крафтится? В строительных материалах. Железная фурнитурка. Три штуки нам надо было. Гвозди побольше, и замок, и петель. Всё. Надеюсь, там надо было именно три фурнитурки, потому что я лишнего не хотелось бы делать. Так, ещё два замка и четыре петли надо сделать. Извините. Уживите, 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 уживите. Простите. В скором времени, может быть, проведём ещё один стрим. Стримачучек. Стримачулечку. Он будет крутой. Я не знаю, когда постараемся. Возможно, не как раньше. Это было. Около шести семи. Может, чуть пораньше. Может, даже днём сделать. Давайте сделаем пол. Так, каркас, стен, гвозди надо сделать. Ну-ка, давайте посмотрим на красоту. Красота. Да, представляете, вот мы поженимся на Заре или на Таурель, хотя её... Кстати, Таурель, блин, как можно было изуродовать настолько крутого персонажа? Я не знаю. Была такая няшечка. Сейчас что-то из них не то сделали. Ну, не знаю. Каждому своё, как говорится. Так, стены первого этажа. Давайте посмотрим пока. Так, что он... Вау! Она высокая будет ещё первый этаж. То есть ещё и будет ещё и второй, и третий. Ну, третьего вряд ли будет. Так что... Так, строим стены первого этажа. Построили перекрытие второго этажа. Гвозди нам не хватает. Что же за фигня-то? Да. Джойстика опять садится. Да? Батарейки. Стран материалами. Гвозди. Нам необходим железный слиток. Да фок. Сундук пустой. Да фок. Что делать? Что делать? Ну, давайте... Что предлагаю? Давайте сейчас зайдем вовну... Вовнутрь. Говорят ли, вовнутрь. Говорят просто внутрь. Говорят, неважно. Зайдем внутрь и... О, а, красота какая. И посмотрим, что у нас здесь есть. Во-первых, крыло бабочки. Это необычайно важная вещь, которая... А, без которой вообще выжить нельзя. А, вот. Вот это офиговина. Так, верстак. А, контейнер, мебель, полки, оружие... Оружение... Оружение прочту. Бывает. А, для всего нужен железный слит. А, нет. Можно сделать квадратный стол и стулья. И куда они поставятся? О, красотища-то какая. Ребят. А сюда можно? Блин, тихо. Если вы видите то, что я туплю, это не я туплю. Это джойстик тупит. Да. Стойки для... О, не-не-не. Ни в коем случае я не буду делать манекены. Они страшные. О, здесь можно сделать стул. Квадратный обеденный стол. Умывальник на подставке. И для всего нужны гвозди и железный слиток. Так что давайте сходим пока в ближайший город. Точнее, телепортируемся. Очень не хочется мне уж долго ходить. И вам не особо, по-моему, интересно. Так что давайте телепортируемся. Какой-нибудь в Фолкрит. Фолкрит. Фолкрят. Эх. Ребят. Посмотрите, какая красотища. Красота просто. Нет, давайте пройдемся. Идти вперед и направо. Окей. Блин, это настолько круто, красиво, что... Ооо. Свету мантеры в карах. Поставьте на 1080, тогда вы ощутите всю красоту. Просто, просто, просто вау. А, вы не поставите на 1080, потому что мне видел 720. Ах, ты! Так, правосудие! Эх. Так, сейчас. Я. Завакин, которого заслуживает Скайрин. Я спасу оленя от пещерного медведя. Я наточил свой топор. И готов к правосудию. Иди сюда. Ой, елки, он меня сейчас убьет. Хех. Простите. Что-то мне какая-то полька не поняла. Я не виноват, честно. А, я знаю, что это за полька. Вы ничего не видели. Сейчас сидел и играл с гард-модом. Ну, ладно. Валим. Ну, Бэтмен тоже сбегал. И нам это можно. Надеюсь, там нет воров. Или воров. А-а-а! Там есть воры! Беги-беги-беги-беги! Представьте себе зрелище. Мужик с фалкридом на голове. С топором. Голый. Бежит. Охотник! Ёптите. А-а-а! Это кайф. У меня же кольцо есть крутое. Спасибо! Спасибо! Я! Заслужил это. Я молодец. Я убил медведя. Спасибо, Норд. Что это было? Ка. Ты еще и слепая? Ну, ладно. У всех свои недостатки. Зачью я свой топор. Головешек полон двор. Стоп, а денег у нас много? А, да, она уже дядюшка оставил. Дядюшка Скрудж оставил нам наследство. Вниз. Надо купить одежду, потому что... Просто... Я переустановил Windows, переустановил, собственно, Skyrim. Но забыл сохранить все остальные моды, поэтому, когда я появился, у меня не было одежды из того мода, который у меня был установлен. Здравствуй, самаритянин. Говорят, стражи рассвета возрождает. Да, я знаю, но я вампир. Тум-тум-тум. О, смотрите, там бревна купить можно. Вот, к тому вопросу, кто меня спрашивал, где можно купить бревна. Здесь их можно купить, в Фолкрате. И... А камень можно добывать прямо рядом с домом. Так, я посерялся. Это кладбище у нас, по-моему. Да. Да-да-да. Так. Ай. По-моему, я установил мод на очень темные ночи, но почему-то он не работает. Я не знаю. Все равно светло как-то. Давайте ждать. Знаете, вот... Я недавно поиграл в Морровинд. И различия просто колоссальные. Как будто... Такой туман... Туманчик такой, да? Прикольно, прикольно, прикольно. Как будто... Скайрим намного облегчили. Потому что Морровинд был очень сложным. Несложным в смысле... Во-первых, давайте купим одежду красивую. Давайте этот диадему купим. Обруч. Совершенство какое-то не надо. Давайте купим. Нет, что-то какая уродская одежда. Давайте сопрем одежду, короче. Ну, не важно. Так, нужны слитки. Слитки, слитки. Железные слитки купим. Все. И... Давайте возьмем... По-моему, там... Вот этот слиток для... Или корундовый там для замков... Для замков корундовый 5 возьмем. И давайте все же... Пару слитков. Ладно, так, хватит нам. Аж давайте... Уйди какой... Чуть-чуть у ледушка. Лод. Лод. Лодырь. Лодырь. Пойдем к Ярлу. Он наш братан. Браток. Сопрем у него одежду. В чем сила, брат? В криках, брат? Нет. Давай сюда залезем. Спрячемся по-хитрому. Платяношка. Мы крадем у Ярла. Но круто. Давайте богатую одежду. Богатые сапоги. Богатые... Нет, главной убор уродский какой-то. Для... Для питьков. Простите. Если я кого-то скорбил. Так, давайте посмотрим. Ну блин. Фалкрит надо снять, мне кажется. Что не особо на нас... А, на крин. Фалкрит это город. Точно, блин, простите. Фалкрит, Фалкрит. Я красавчик. Тутс-ту-ту-ту-ту-тс. Тутс-ту-ту-тс. Красавчик. Давайте продолжим. Так. Давайте уже телепортируемся. Потому что... Вау. Карта какая-то красочная больная. Давайте телепортируемся сразу в наше поместье. Потому что... Вау. Мара. Богиня любви и сострадания. В рифтане и посвящен храм. Ножтик идет как не вовремя. Ну хотя, знаете что? Мы как раз-таки можем сейчас зайти в дом. И продолжить обустраивать его. Потому что под дождем мне не особо хочется ходить, что-то делать. Давайте обустраивать нашу главную... Главный зал. Если так можно выразиться. Так. Гвозди нужно сделать. Давайте сделаем гвозди. А гвозди у нас делаются только там. Ага. Понятно. Ну давайте придется нам все же идти под дождь. Окей. Пошли под дождь. Ух ты. Какая страшная статуя. Ну... А, дождик кончился. Ну и слава богу. Так. Плотницкий верстак. При всякой погоде. Та-да-та-та. Та-да-та-да-да. Та-да-та-да-та. Та-да-да-та-да. Значит мне домой возвращаться пора. Я не знаю почему это было. Давайте сразу и стены, и крышу, и купол. Все. Факье. Мы построили все. А, я думал оно повыше будет. Ну да ладно, а гвозди все равно нужно сделать. Та-да-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Все сделаем, короче. Давайте посмотрим, как все приобретут. Вау! Слой... Ооо! Слойка с яблоками! Сейчас мы ее съедим. Я съел хобота. Ну ладно, слойка тоже вкусная. Хижина в лесу. Давай... А, давайте еще почитаем. Я хочу почитать, хочу почитать, хочу почитать. Еще одна слойка. Хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи. Я люблю этот дом, тут есть слойки с яблоком. Ой, метла есть. Давайте будем подметать потом. В общем, очень все круто, давайте дальше все делать. Мебель. Витрина. Ну, нам не нужна, в общем-то, витрина. Витрина это не обязательно. Так, использовать верстак. Я все равно забываю, что надо чуть-чуть по-другому переходить. Так, шкафы. Петля и железная фурнитура. Вот что нам нужно. Запомните. Так, манекены не будут стоить, это страшная фигня. Стеллаж. Полки, полки, полки. Угловая полка. Сейчас сделаем. Вот химическое. Ой, мамочки мои. Камин. Давайте камин поставим. Люстра. И люстру, в общем-то, сделаем. Хотя, нам без люстры хорошо, в общем-то. Да, это будет лишним. Камин горит, и слава богу, в общем-то. Ага, давайте как раз-таки сходим. Так, дверь куда? Ёптель. Плотницкий верстак. Так, сундук можно сделать. Можно сделать стол, стул, полки. Дофига книжных полок. Это хорошо, мы заставим их книгами полностью. И будем их читать. Сделаю отдельную рубрику, в которой мы будем читать. А я не понял, нельзя что ли наверх попасть? Ага, я всё понял. Видимо, попасть наверх можно через второй этаж. Да, именно. Это труба от печи, да. Знаете, как-то это не круто, лазать по лестницам. Это не для настоящих джентльменов. А мы ведь джентльмены. Красота. Ребят, посмотрите, какая красота. Вау, просто вау, 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 вау. Так, давайте слезать. По хитрому слезем. Надеюсь, у нас ничего не сломается из-за того, что я так слез. Так, это олень или мой конь? Привет, олень! Как дела? У меня будет ужин! Ладно, беги. Скажите, ударил оленя и сказал, чтобы он бежал. Молодец. Ну да, я молодец. На, в наковальне. В смысле, в бою. Он мне ещё атаковать будет? Наковальне. Пойдёмте убивать оленя. Я не виноват, это всё скририм, честно. Олень! Олень! Нет, видите, он не хочет умирать. Надеюсь, у нас сейчас будет возможность строить дальше. Можете использовать эту поеду. Что ж такое-то? Ааа! Тфак. Ааа, возможно, из-за того, что мы так вылезли, некрасиво. Давайте войдём и выйдем. Мы вышли. Ледяной тролль страшнейший из троллей. Какие только водятся в скририме. Он обитает, бла-бла-бла, в ледяных местах. Бла-бла-бла. Ура! Мы можем всё делать. В общем, не вылезайте через крышу. Так, в общем, там железные фурнитурки, две штучки сделаем. Пару замков, петлю. И ещё петлю сделаем. И пару гвоздей. Так, всё, хватит, наверное. Сделаем пару шкафов у нас дома. Чертёжный стол. Давайте посмотрим, что мы можем ещё сделать. Библиотека. Убрать верстак. А, может, то есть убирать, по-моему, верстаки ещё. Оранжерей. Ух ты, оранжерею хочу сделать. А спальни нам не нужны, в общем-то. Химическая лаборатория. Матушки. Это что было? Кладовая. Комнат трофеев. В общем-то, нам ничего не нужно. Что это вообще было? Молния? Смотрите, там прям туман такой. Дождик, что ли, пошло? Я просто слышу некоторые звуки дождя, но я не понимаю, откуда они идут. В общем-то, дома у нас уютнее некуда, и слава богу, и всё хорошо. Полотницкий верстак. Мебель. Вертрины мы не будем делать. Давайте сделаем шкаф. Сундучок один. Больше нам не нужно. Ну, и шкаф, в общем-то, тоже нам не нужен. Так, полки. Так, 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 так. Голова козла. Ну, нет. Всё, мы, в общем-то, всё сделали. Нам больше ничего не нужно. Так, где шкаф наш поставился? Поставился. А это что такое за место? Что здесь можно? А, это у нас что-то типа кухоньки будет, да? Круглые столы, стулья. Стенд для оружия. Стеллажи и наков... А, вот, наковальню можем здесь сделать. Давайте сделаем наковальню. Чтобы не ходить лишний раз. Она здесь вот аккуратненько будет. Так, в общем-то, пока ничего не будем ковать. Посмотрим, что нам нужно сделать. Слушайте, это не настолько круто. Просто... Кто не играл, тот не поймёт. Увы. Всем обязательно поиграть. А, то есть у нас главный зал, он вместе со вторым этажом делается. Понятно, всё понятно. Так, давайте сделаем нашу спальню, наконец-таки. Чтобы можно было наконец-то поспать. Конечно, двуспальную кровать. Она спальня какая-то некошерная. Так что, что нам нужно для неё? Солома. А где нам её взять? Я не представляю, где здесь солома. Где можно взять солому? Честно, блин, купить можно. А, может нам её самым сделать надо? Или... О, давайте усоплём наших коней. Возможно ли это? Вон, солома. Солома! О, нет, это нельзя. Так, нельзя делать. Так, давайте всё же поставим, наконец-таки. Ёх ты ж, мопты ж. Так, давайте посадим что-нибудь здесь. Пусть будет корноцвет. Растение посажено. Ух ты! Так, давайте сделаем лаванду. Все девять. Растение посажено. Предыдущие растения были ноги. Окей, окей. Так, плодородная земля. Пусть будут грибы, не надо. Так, это тоже не надо. Собачий корень, ягоды, язык дракона. Красивый цветочек, давай. В общем-то, у нас будут клумбочки такие. Флана, хватит, наверное. Посадим ещё. В общем-то. В общем-то. Подвал пока не будем делать. Закон для животных. Плавильня, пчельник или пчельник. Не могу бы говорить. Потом... Так, солома. Надо где-то взять солому, причём срочно. Дождик пошёл. Значит, что дождик нам говорит идти домой, значит, мы пойдём домой. И, скорее всего, закончим на эту серию, потому что она выдалась интересной. Мы обустроили полностью наш дом. Построили красивейшую или красивейшую, я не могу поставить ударение правильно, башенку, нашу библиотеку. Давайте всё же закончим библиотеку и поставим туда дофига-тофига полок, на которых будет дофига-тофига книг. Давайте так. Плотницкий. Так. Полки. Стеллажи. Видите, сколько можно стеллажей? И поставим все. Ну, все поставили, да. Я, конечно же, могу все поставить. Продолжим в следующей серии. Дом у нас нереально крутой. В следующей серии уже, наверное, будем заводить себе женщину. Говорю. Так, стеллажи. А может... Ага, у меня книг-то и нет. Короче, купим дофига книг и поставим туда очень много книг. Заведём себе жену. Может быть, ребёнка, которого я убью. И... Что я не скажу? Что-то... А, димбристик, пожалуйста. Я хочу посмотреть, что там за книга. Фей Фолкин. Что за Фей Фолкин? Книга первая. Великий маг был высоким, неопрятным человеком с бородой, но лысым. Его библиотека была очень хорошо... Ой, извините. Его библиотека очень хорошо его характеризовала. Все книги были свалены в огромные пыльные кучи. Прямо перед книжными полками. В данный момент он обратился к нескольким книгам, чтобы рассказать своим студентам Таксиму и Вон Гулдаку, как Ванус Гериллион, основал гильдию магов. В общем, это достаточно интересно. Мы читать пока ничего не будем. С вами был Офер. Надеюсь, вам понравилась эта серия. Красивый мы дом построили. Пока-пока.